Накануне 7 ноября, ну сейчас он не празднуется, но детство, задрапированная кумачом улица, красная в Кропоткине, я в школе там учился. Безумное количество багряных знамён, серпы молоткастые, портреты членов Политбюро на Дворце культуры и демонстрация. Школьников выводили, мы несли, я не уз портрет Энгельса, вот как помню, Фридриха. Потом мы всё это несли в школу, сдавали и шли по домам, собирались у дедушки. Шла прямая трансляция, демонстрация из Москвы, с Красной площади. Ну сидели за столом, взрослые выпивали, мы отдыхали. Гляньте, что я нашёл. Это мой партбилет. Хочу заметить, хочу заметить, хочу заметить, что ни одного взноса коммунистам я заплатить не успел. Я вступил в партию в 89-м году. Ну и так случилось, что вот кандидатам. Через год членам партии, а через 8 месяцев партию разогнали. Ну вот 90-й год, декабрь месяц, и 91-й год ни одной копейки коммунистической партии я не заплатил. А вот это, 90-й год, Академгородок Новосибирска. Партийная конференция, ну вот так выглядит полностью партбилет, первый титульный лист. Вот, а это пригласительный билет. Дело в том, что в Академгородке, это советский район Новосибирска, проходила районная партийная конференция в доме учёных сибирского отделения Академии наук СССР. И мне дали вот этот пригласительный, вместе с партбилетом я писал для окружной газеты и для местной газеты училищной репортаж об этой конференции. И мне удалось даже взять интервью у вице-президента Академии наук СССР, председателя сибирского, или президента сибирского отделения Академии наук, академика Коптюга. Стоят журналисты центральных каналов, и я рядом курсант третьего курса с блокнотиком и с ручкой. Я даже какой-то вопрос задал, записал и написал отчёт. У меня не сохранились эти газеты. Но вот такая история была. Сибирское отделение Академии наук, дом учёных, конференция советского района. Ну, это и есть Академгородок Новосибирск. В канун 7 ноября вспомнилось и нашлось. Я храню партбилет. Мало ли что случится в нашей жизни. Мало ли что случится в нашей жизни.